Моя душина – это ботаника. Такая вот живая, натуралистичная, даже гиперреалистичная. Поэтому возникает некоторый такой эффект, либо фотография, либо печать. Это не просто изображение цветов, а настоящее фитоискусство. Ботаническая иллюстрация уже много лет – приоритетное направление для Галины Чиковой. В экспозиции «Серебро» четыре работы художницы. И на каждой растение максимально показано со всех сторон. Это целое разложение на фрагменты. То есть, либо это корневая система, либо это срезы, листья отдельно, или семенные коробочки. То есть, показ этого растения максимальный. И при этом остается техническое превосходство. Тогда эта ботаника на высшем уровне. Это первая кураторская работа художницы Альвины Денисенко. Готовилась к ней два месяца. В итоге в экспозицию собрала 40 авторов и 100 картин. Нам нужно было собрать экспозицию так, чтобы она выглядела гармонично. Потому что настолько разные художники разноплановые и техники разнообразные. И хотелось это все показать, чтобы у зрителя осталось такое цельное впечатление о выставке. Изначально для меня, конечно, серебро – это карандаш. Так как я на этой технике специализируюсь много лет, и с карандашом я определилась очень давно. И для меня этот материал действительно стал драгоценным. Вот как драгоценный металл для меня – это драгоценный материал, который имеет огромное количество оттенков, огромные свойства, мягкость, твердость. Карандашные работы Альвины тоже представлены. Серия нити про провода и высоковольтные столбы, и цветы, проба в ботанической иллюстрации. Картины развешивали по тематике и цветовому решению. Поэтому на стене рядом графика тушью Александры Волковой и рисунок углем Татьяны Лусигеновой. Ее сюрреалистичные сюжеты – очень личная история. Поиски какие-то, может быть, копания в себе. Но в основном это повествование, я не знаю, мне кажется, как у многих художников, возможно, я ошибаюсь. Ну, о себе, наверное, о своем мировосприятии. Живопись, афорт, линогравюры, монотипия, выставку «Серебро» можно посетить до 18 апреля. Наталья Самойлова, Владимир Трофимович, Дон-24, Ростов-на-Дону.